Замечательно, что мы сегодня говорим о повести Булгакова, «Роковые яйца», которая, как мне кажется, оказалась незаслуженной периферии внимания и почитателей, читателей Булгакова, и специалистов. Но дело в том, что повесть вообще очень любопытна и как текст художественный, и сама история ее публикации. Но сегодня я считаю таким пустячком мастера. Это ранняя сатира, как ее квалифицируют. Если мы не вспомним, что с этой повестью происходило, мы можем не понять вообще и всего Булгакова с его романом и романами. Начну с того, что эта повесть единственная, это уникальный случай, вообще невероятный, которая была дважды опубликована при жизни писателя в 1925 и 1926 годах. И именно эта повесть стала вот той вехой, которая положила начало репутации Булгакова как талантливого сатирика, потому что об этом писали многие. Например, Горький, любопытный высказался, написал, что мне очень-очень понравился Булгаков, но попенял ему, что вот в конце этой повести не были использованы возможности вхождения вот этих вот гадов, анаконд в Москву. В то же время появились и критики Булгакова. Очень известный Виктор Шклурский в то время, такой остряк, парадоксалист, он сказал, что успех Булгакова – это успех удачно приведенной цитаты. И в качестве такого криминала обозначил компиляцию двух сюжетов из Оэлса. Ну и, наверное, наиболее определенным высказался тогда критик с такой зловещей репутацией Леопольда Вербах. Это критик Раповский. Позже в романе «Мастер и Маргарита» эта организация в какой-то степени будет представлена в Мастолите. Я думаю, мне нужно комментировать направленность этой критики. Леопольда Вербах прямо сказал, что у нас появился писатель, который даже не рядится в советской одежде. И вот как раз эта повесть «Роковые яйца» сыграла роковую судьбу в жизни самого Булгакова. Он как-то заметил, что вот эти чертовы роковые яйца, имея в виду известный слом его творческой жизни. Не менее интересна и последующая жизнь этого произведения. Я скажу, что именно оно стало, ну что ли, таким пусковым крючком для публикации романа «Мастер и Маргарита». Причем вы помните, что роман был опубликован невероятной. Да, то это был 1966 год, когда о Булгаковой вообще даже глухо не говорили. А дело в том, что тогда очень молодой филолог из Ташкента Абрам Вулис писал диссертацию и просматривал журналы 20-х годов, так, девизу, в поисках статистических произведений. И вдруг он находит «Роковые яйца» в тех самых недрах, о которых я уже говорила. И его очень заинтересовало это имя Булгакова. Он вспомнил какую-то забытую легенду о том, как ставили дни турбины по Мхате, как аж 18 раз эту пьесу посетил сам. Начинают поиски Булгакова, тех, кто Булгакова, обнаруживают ряд филитонов, рассказов, опубликованных в открытой прессе. И эти разыскания приводят его тогда к здравствующим даре Булгаковой Ильине Сергеевне, которая выдержала лестную паузу, тем не менее, знакомит его и с непечатанным романом. И вот случай просто был счастливый, до невероятности, потому что Булгак был знаком с Симоновым. И авторитет Константин Симонов позволил все-таки осуществить публикацию романа в 66-м году, напоминаю нам это. И вот в этом смысле мы тоже обязаны этой повести «Роковые яйца». В годы перестройки этой повести, мне кажется, опять не повело. Дело в том, что тогда начали активно перечитывать и перетолковывать роман «Мастер и Маргарита». Тогда скорее, наверное, посмотрели, а не прочитали «Собачьи ферсы», благодаря прекрасной телеэкранизации. А эти повести, опять-таки, повторяю, когда она осталась под тенью этих двух произведений. Вот между тем, я думаю, стоит говорить о таком явлении как метод текста, потому что мы не можем понять ни собачье сердце, ни «Мастера и Маргариту», не учитывая появление «Роковых яиц». Потому что именно здесь, как и в предшествующей Дзевалиаде, еще одной повести были завязаны какие-то основные сюжетные узлы, были выстроены основные типические герои, которые потом организуют вот все пространство булгаковской прозы в единый такой сверхтекст. Повесть эта по жанру неоригинальна. Булгаков не придумал этот жанр. Это антиутопия. И мы знаем канонический текст, это текст «Замятина мы», с которым, кстати, булгаков полемизируют в какой-то степени. Но если у «Замятина», который смотрит на события из некоего далекого будущего, там 200-1000 лет, ушла война, города, деревни и так далее, и в основном использует трагические возможности жанра антиутопии, у Булгакова Москва почти сегодняшняя. Он пишет эту повесть в 1925 году, а события экстраполируют в 1928-1929. И Москва, которая представлена здесь, в этой книге, это Москва, узнаваемая по его филетонам. И темп тоже, собственно говоря, это Москва, узнаваемая по филетонам и рассказам Ильфа и Петрова. Это соратники Булгакова по работе в знаменитей Шамгутке. У Булгакова Москва чуть-чуть другая, слегка изгримитая, потому что в этой Москве, например, пришел квартирный вопрос при помощи американцев. В этой Москве уже говорят о трагической гибели Мейрхольда, который погиб, когда трапеции на него обрушились голыми боярами во время постановки Бориса Будунова. И это, конечно, привет Булгакова Мейрхольду, знаменитой биомеханике, вполне в то время живому режиссеру, который экспериментировал с классикой, и эти эксперименты не очень нравились Булгакову. И вот повесть полна такой иронии, которая несколько, так сказать, образ Москвы размывает, образ документированной Москвы. Если мы откроем первую страничку, это описание Москвы, то она буквально нашпигована датами. 28 год, 16 апреля, 13 год, 1 четверть, 20 экземпляров. Булгаков очень настойчиво, эти даты подчеркивают, фиксируют. То есть ощущение такое, что мы учитаем с вами какую-то хронику событий, вот написанную вчера репортером. Но в то же время, когда эти даты так накнетаются и концентрируются, возникает и некий второй смысл. И он проясняется к концу, когда катастрофа все-таки разрешается, когда события приходят в нормальное русло. Булгаков он применяет даты августа. Именно вот 18-19 августа разразились морозы. Морозные бокер-машины, иронически называются это глава, которые и спасли Москву от нашествия этих огромных, вылупившихся из яиц, анаконд, змей, удавов и так далее. И эта дата, она формирует другой плач, мистический. Случайно Булгаков писал, это биомистический писатель. И эта дата воскрешения Господня, которая знаменует начало новой жизни, новой жизни весной, Пасху. И не будем настаивать на религиозности Булгакова, но вот эта мистическая подкладка, она, конечно, в этой туристике присутствует. Сейчас разворачивает такая линия эзотерического благословения. Почему? Потому что многие те, кто был Булгаков, то есть всего собачье сердце, вот этот поиск читают как нехитрые шифровки. Ну, вот я поднимаю какой-то пример. Допустим, одна из первых публикаций была посвящена собачьему сердцу, где за преображенством прямо видели Ленина, в Шарикове усматривали Сталина, находясь соотношением между фамилией Чугункина и Сталию. Там бедная сова, которая дрепала в Шариков, она превратилась в исследователей, и Наталья Константиновна Крупская, которую тоже Сталин третировал. А то же самое мы видим с роковыми яйцами. Вот одна из статей, например, здесь прямо, здесь находится соответствие между Персиковым и Лениным. В Рокке, вот этом советском чиновнике, видят черты Каменева. Репортер Бронский, ну, просто Троцкий, по соотношению, по соответствию фамилии. Конечно, обидно, когда Булгаков в такого шифровальщика превращают. И, наверное, вы должны идти, это-таки не о вот такой политической, сам филетной линии, хотя она есть, но она, может быть, не столь ярко выражена, как бы это хотелось, современным исследователям. А вы должны идти, ну, о некой казаховской метафоре, которую представляет вся эта повесть. Что же здесь сегодня интересно, и почему сегодня Булгаковский живой писатель? Вот дело в том, что он обращается к проблеме, которая честно оболновала русскую литературу. Это проблема соотношения плана и живой непредсказуемой жизни. Тут можно называть множество имен. Это и Тургенев, это и Достоевский, это и Толстой. Но у Булгакова это сделано в русской, опять-таки антиутопии, которую он решает не трагическими средствами, а этими комическими. И он берет интереснейший прием, ну, называют его часто зоологический код, инсектный код. Мы помним, что в это время работал Булгаковский с его «Хлопомь», и в это время писал в своей стихе «Оберет Николай Олейников», «Жег буржуй и жег рабочий в гибель классовой борьбе». Позже мы вспомним Кавку превращения, но и уже наш, самый модный сегодня, пиле Олейн с его жизнью и теклом, что же здесь же не остался в стороне. Ну, и как писал, допустим, Ассардин был, тип Соксинегран, «Трагедия в мире муравейника ничуть не менее значима, чем трагедия в мире людей». Она просто дает некое новое измерение событиям. И вот Булгаков как раз рисует трагедию, вот через эти зоологические какие-то коды и ходы, и уже в начале звучит понятие «катастрофа». Вспоминаю того же самого Уолса, который побывал в Москве в 20-м году, имел его дезинцию у Ленина, и потом написал книгу «Россия в Англии». Вот два эти слова, «катастрофа» и «крах», эти слова стали основными при оценке ситуации в России. С другой стороны, он писал в этой же книге, что вот как это сочетается с таким прорывом науки. И если вы помните, он назвал Ленина «Крендовским мечтателем». Я думаю, Булгаков был едва ли не первым из наших писателей, кто обратился к этой проблеме. Не просто вот в таком классическом варианте, а он показал последствия, перспективы очень трагические этого альянса. С одной стороны, вот это вот мистовый энтузиазм начинал в 20-х годах. Между прочим, тогда Бердяев назвал это явление официальным этапизмом. Мы покоряем пространство и время. Мы влады и хозяева Земли. Это вот представление, что мир пластичен, мир блестящий, поддаётся переделке, пересозданию. Всё в руках человека. А с другой стороны, в это же время у власти были вот те самые мечтатели. И это тоже явление можно назвать, вот, например, современный философ, наш русский философ Гайденко. Она назвала это явление очень любопытно, и она была его таким социальным утопизмом. Это сочетание научного прорыва и вот этой вот этапической конструкции, которая в то время была в главах руководителей, она даёт вот тот самый коктейль, который мы имеем дело. Булгаков искусно, если читает два сюжета. Один сюжет комический, это сюжет куриного духа, который не вступил в стране, и надо срочно управлять ситуацию. А второй сюжет научно-фантастический, связанный с открытием некого красного луча, под действием которого любые организмы от амек и вот от тех же самых кур могут вырасти до невероятных размеров. И, к сожалению, два героя, которые вот в главных сюжетах, один это профессор Керсика, кстати говоря, есть такая легенда, что маяковские булгаков, которые не очень вадили, не очень творчески совпадали, они прекрасно себя чувствовали задним бильярдным столом. И однажды булгаков попросил маяковского. Маяковский, а продумайте ко мне фамилию профессора, чтобы она была одновременно и академической, и вызывающей отрочения. И был вариант такой маяковского, Тимирзяев. Вот, но, к сожалению, булгаков не воспользовался профессором, а он был персиков. Так вот, профессор Персиков, который возглавил эту научную линию, сюжетную линию, и Рокк с двумяка, с такой иронической булгакой в конце, который стал всем советским чиновником, воспользовавшись открытием Персикова, что и привело к непредсказуемым последствиям. Они оба оказываются неуместны в этой ситуации, потому что Рокк, шагнувшись в 19-го годы, он неуместен в этой Москве, как пишет автор. Но и Персиков с его академизмом, с его черепаховой скорлупой, занятий чистой наукой, он точно так же в этой суетливой Москве оказывается к месту. И именно они становятся и жертвами основных тех же действий, которые они предприняли, потому что, как мы знаем, профессора растерзала, заметовавшись там по москвичей, испугавшись нашествия гадов на Москву, вылупившись, я ведь повторяю, а Рокк, сидей-то тоже затеряет жену, когда видят эти страшные создания, которые он же и породил своими действиями. Есть множество данных. Мы знаем, что в 20-е годы советская власть науку освободила полностью патриотических обязательств. Были, кстати говоря, в 20-е годы эксперименты очень нравственно-недоброкачественные. Это попытка, например, скрестить человека и антропомощные обезьяны, для того, чтобы вывести, так сказать, конструкцию человеческой обезьяны идеального. И вот один из вдохновителей этого эксперимента и практик, это профессор Иванов, писал, например, в Совнарком-Вальчёте, я вам процитирую, это слова 28-го года. Он писал так, говоря о том, почему раньше не было подобного эксперимента. Серьезным тормозом для постановки этой экспериментальной работы были предрассудки религиозного морального характера. В Долюционной России было совершенно невозможно не только что-либо сделать, но и писать в этом направлении. В этом же ряду, как вы понимаете, лежит и бальтонирование тела Ленина. Это и опыты с Евгеникой, такой наукой, которые потом воспользовались уже фашистской Германией. И вот самый энтузиазм пересоздать, переделать, он вот мог бы так и характеризован, я цитирую опять же такие философа Гальденга, которая пишет, утопический активизм это технократическая воля к переустройству у человека не только Земли, но и всего космоса. Переустройство, угрожающее уничтожение всего живого. И в этом отношении очень любопытен ответ, который получил Булгаков от Маяковского. Чуть позже в кейсе «Баня Маяковского» появляется такой персонаж, положительный персонаж, это изобретатель по фамилии Чудаков, который появляется на первой странице этой пьесы с такой репликой. Я заставлю время стоять и мучать в любом направлении. Лога подчинится нам. Проведем провода на все куриные инкубаторы. 15 минут будет выведена полупудовая курица. Эта вот курица, это, конечно, как раз реплика в сторону боковых пивиц. Есть такое понятие научная этика или этика науки. Считалось очень долго, потому что наука это сила производительная, сила, которая как бы вмонтирована в культурную жизнь в стране и она буквально участвует в пересоздании в том числе и человека, и культурной какой-то инфраструктуры. А сегодня возникает вопрос, что есть, конечно, ценность научной истины, но есть и ее цена. И вот что является здесь одним ориентиром? У Булгакова этим ориентиром был человек, потому что его катастрофа чревата гибелью людей, страданиями, ужасом и не случайно. Он-то делал другой финал. Финал его повести это не благополучие, которое наступило в Москве снова, а это такая картина апокалипсиса. Это колокольня Ивана Великого посредине пустынной, мертвой, Москвой, за колокольня обивается огнем днем. И вот мы можем сказать, что вот это предсказание конечно сегодня сбыться не должно. Именно об этом посвящено поведение украшения. Что такое этика? Этик это система собу, запреты. И вот речь идет о том, что в любом научном деянии, а раз это деяние этим человеком, оно на фронт уже на людей. То есть должен быть какой-то вот предел, где его границы, кто их обозначает, что это может быть христианская этика, просто этика гуманистическая. Вот я думаю, как было сказано об этом все самое с ними, почему сегодня в наше общество приходит. То, что высшее мир всего это человек. И нужно исходить из того, что делать зла с твоими деяниями. Есть поиск, есть истина, есть наука, но есть и высшее число человека. Вот с другой стороны хочу сказать, ну как тут очень сложно писать, не такая, что внешняя просьба, мы мечтаем, смеемся, можно по-другому читать. И вот заметьте, какой интересный финал в этой повести. Все обустроилось, весна 20-го года опять танцевала, загорелась, заверлилась огнями Москва. Но финал не такой. Он пишет последнюю фразу, и она таит за собой второй смысл. Вот это вечное желание человека «Постичь непостигаемые тайны», оно остается очень манящим для человечества. Вот он пишет так. Как непросто было сочетание стекла с зеркальными пучками света, его не скомбинировали второй раз, несмотря на старания его мило. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек, покойный профессор Владимир «Постичь непостигаемые тайны». И вот эта тема уникальности человека вообще в данных вещах, уникальности ученого, ценности его поисков, она дает несколько другое измерение этому финалу. Поэтому это сочетание этих величинных дел, был как бы писателем загадочным в какой-то степени, как вспомните мастер Маргарит «Куда же уходит мастер, он получает покой, он получает или уходит по земные дорожки к свету». Булгаков говорил о том, что он, как русский писатель, хотел бы жить, конечно, в своей стране, в России, но ему здесь работать не дают. Он объясняет свою политику, взрослая мистическая писатель. «Да, я испытываю глубочайший пессимизм относительно революционного процесса в моей остальной стране. Я предпочитаю этот процесс великую эволюцию». Вот эволюционное развитие, а не революционное, то есть последовательность, осторожность. И вот эти слова, они в какой-то степени являются рецептом для поведения сегодня, потому что они должны быть необычайно осторожны в любых своих шагах. Это не была политика, это наука, просто семейные отношения. Это всегда система, а система она локализна с вами всех людей. Вот об этой системности, конечно, им написано «Полис Бульгакова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok